Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 328, в котором создается государственное учреждение авиационная инспекция. Появление авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартом, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью. Александр Лукашенко подписал указ номер 327 о повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Документом определяются условия, механизм участия собственников жилых и нежилых помещений, финансирование энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов. В один из столичных гипермаркетов заглянул мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Заприметив перфораторе, решил взять их, но рассчитаться за товар не захотел. Как рассказали в ГУВД Мингородсполкома, преступление совершил 32-летний житель столицы, ранее, кстати, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник взял два перфоратора общей стоимостью свыше 400 рублей и пошел к кассе. Отстоял очередь, но не стал рассчитываться, а прошмыгнул мимо кассира, не реагируя на просьбы остановиться. Спустя пару мгновений мужчина покинул гипермаркет, но уже через час правоохранители задержали вора. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Удзенском районе, вблизи населенного пункта Валерьяны. Об этом сообщила пресс-служба Минского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один из водителей оказался зажат в салоне авто. Вызвали спасателей, прибывшие сотрудники МЧС, деблокировали пострадавшего. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В Пуховичевском районе местная жительница ушла на болото за клюквой и пропала. Ее нашли и спасли сотрудники МЧС. Женщина из деревни Угодина потерялась накануне днем. Ее разыскивали спасатели, в том числе из республиканского отряда специального назначения. Ее благополучно вывели и доставили домой. К слову, соседи очень удивились, узнав, что женщина потерялась, так как она всегда хорошо знала местность. В лесу разыскиваемая провела всю ночь, но несмотря на это ее состояние здоровья не ухудшилось, медицинской помощи не понадобилось. Почти 300 литров дизельного топлива за 4 рабочих дня присвоил себе машинист экскаватора Ворше. Сотрудниками ГАИ был установлен автомобиль, который принадлежит жителю Смолевического района. В иномарке мужчина перевозил 280 литров дизельного топлива. Внятно объяснить, откуда у него столько солярки, автолюбительный смог. А вот сотрудники Оршанского подразделения по борьбе с экономическими преступлениями установили источник такого топливного изобилия. Оказалось, что мужчина работал на катке, который занимался дорожными работами на трассе М1. Всего за 4 дня ему удалось слить из бака такой внушительный объем топлива. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Присвоение либо растрата. Витебские таможенники в пункте таможенного оформления Витебск Белтаможсервис выявили незаявленный в товаросопроводительных документах товар обувь мужская общей стоимости более 10 тысяч рублей. Транспортное средство с товаром обувь женская детская в ассортименте следовало из Китая в Республику Беларусь. При проведении таможенного контроля в грузовом отсеке таможенники обнаружили несоответствие заявленных таможенному органу сведений фактически перемещаемому товару. В результате досмотра выявлено 1360 пар мужской обуви, не заявленные в сопроводительных документах. По данному факту таможенник начат административный процесс. Иностранная студентка из Гродно отправилась в магазин с крупной суммой денег, которая решила оставить ячейки, даже не закрывая на ключ. В этот момент в магазин зашли два фигуранта, ранее неоднократно имевших проблемы с законом. Увидев портфель в незапертой камере хранения, они не сумели справиться с соблазном и украли рюкзак. Как рассказали, в МВД внутри находилось 2700 долларов США и 500 белорусских рублей. Один из злоумышленников свободно набросил сумку на плечо и направился к выходу, однако его уже заметил сотрудник милиции в гражданской форме. Милиционер узнал знакомые лица преступников и попросил их остановиться. Позже воры были доставлены в Ленинский РУВД. Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовым автомобилем. Инцидент произошел в крупнейшем портовом городе Японии Иакагами. По данным агентства Киода, происшествие случилось на переезде между станциями Канагава-Шимачи и Накакидо. После столкновения с грузовиком поезд сошел с рельсов. Пострадали около трех десятков граждан. Подарком всему городу Баране стало открытие футбольной площадки с искусственным покрытием. Она построена в рамках реализации социального проекта «Бонфеста детям». Поле размером 20 на 40 с искусственным покрытием, высоким ограждением, антивандальными воротами и разметкой расположилось на территории средней школы номер 18. За счет районных бюджетных средств сделан и подход площадки, в том числе для инвалидов-колясочников. Не только учащиеся, но и все горожане от мала до велика смогут с пользой для здоровья проводить здесь досуг. Первый гол ворота на глазах будущих чемпионов. Это право предоставили заместителю председателя Оршанского райисполкома Виктору Калачеву, члену постоянной комиссии по промышленности, транспорту и связи, палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталию Чудовичу, директору Департамента обеспечения спортивных мероприятий Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Ивану Гуравцу, брэд-менеджеру ОАО Туровский молочный комбинат Екатерине Подгайской. Сразу после торжественной церемонии перерезания красной ленточки на поле состоялся товарищеский матч между местными командами учащихся. Рыб великанов в реке Припять в Петривском районе выловили рыбаки. Фотографии рекордного улова появились в социальных сетях, пойманные самы размером в человеческий рост. Отмечается, что первая рыба весит около 60-70 килограмм, второй сом около 45-50. Великанов сфотографировали и отпустили обратно в реку. В сети появился трейлер третьего фильма про плохих парней. Плохие парни и Плохие парни 2 стали в свое время очень популярными картинами. Главные в роли в комедийных боевиках блестяще сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. В новой части они вернутся к исполнению своих ролей. Новая часть носит название «Плохие парни навсегда». Старые знакомые вновь объединяет усилия, чтобы остановить преступников. В этом городе я не доверяю никому, кроме тебя. Я тебя очень прошу. Плохие парни. Последний раз? Да, последний раз. Он въехал в торговый театр. Мы не просто черные, мы копы. Позже сами себя оштрафуем. Премьера фильма намечена на январе 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова